В состав советов микрорайонов войдут десятки участников. Председатель, секретарь и непосредственно общественники. Активное наобчание, поднимающее проблемные вопросы. Пока советы не работают. Для трех таких организаций подыскивают помещение. Один совет работает на улице Калинина. До 30 ноября я давал поручение по городу создать советы микрорайонов. То есть прогнозируем мы создание четырех, да? Планируем, вернее. Пока эта работа не закончена. Давайте, чтобы попало в протокол, я хочу услышать, когда все четыре будут созданы. Три помещения уже включили в список. Необходим ремонт, мебель и минимальное оснащение рабочих мест. К первому марта планируют начать работу советов в микрорайонах. По инициативе Сергея Павловича, вы знаете, мы будем создавать советы микрорайонов. И будет пока четыре основных и пятый в Алексеевке. Там проблемы есть. У нас нет муниципальных помещений в этом микрорайоне вообще. Вот в Алексеевке. Но будем что-то думать. Поэтому, может, с каким-нибудь из собственников проговорим. И кто-то выделит помещение для работы вот этих советов микрорайонов. Сергей Сергеев на рабочей встрече поручил выделить и обустроить рабочие места для координаторов там, где их пока еще нет. В Виноградном, Первомайском, Анапском и Субсевском сельских округах. Еще одно поручение – предупреждать население о плановых и аварийных отключениях электроэнергии. Даже если они плановые, эти 28, люди должны знать. И мы их должны оповести. Ранее представители ТОСов обращались с жалобами и предложениями. Нужна санитарная комиссия в городе. Вызывали нарекания экскурсионные киоски и остановки. Мусорные урны в городе количественно рассчитаны на анапчан. Летом людей в Анапе в сотни раз больше. Значит, убирать и вывозить мусор надо чаще. И никакие отговорки не принимаются. То, что я вижу, мои помощники мне приносят и встают на плановом совещании руководителя и говорят, шланг порвался в мусоророзной машине. Меня это не интересует. Мы же деньги платим. Исправно. Новая карта расположения экскурсионных точек в новом летнем сезоне уже готова. Предусмотрены правила содержания, установка мусорных урн и благоустройство окружающей территории. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов проводил несколько встреч по вопросам безопасности. Общественники включаются в работу. Мэра Анапы поблагодарил за активность и попросил не верить сплетням о будущей Олимпиаде в Сочи. Грандиозное событие для России состоится и пройдет на высоком уровне. Все, что касается сегодня Краснодарского края, любой, любая нестандартная ситуация, любой катаклизм, он будет привязан к Олимпийским верам. Поэтому мы должны на отдельно взятой территории сегодня провести комплекс мероприятий, чтобы защитить и себя, и своих жителей, прежде всего своих жителей, от террористических проявлений и от нестандартных ситуаций, которые могут происходить. Коснулись в разговоре планов открытия Ледового дворца строительства нового муниципального стадиона в Цибанобалке. Рассмотрели проблемы привлечения медработников. Открытая тема на контроле мэра – детские сады, ремонт старых зданий и стройка новых, специализированных под детские учреждения. Активисты высказали пожелания и рассказали о проблемах, не только о своих, целых районах и микрорайонах города. Все пожелания включили в протокол собрания и по каждому подготовят ответ.